Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапку. Однако ж, мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку, почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун. Как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки. Как колубился в стороне облаком целый рой духов. Как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом. Как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма. Много еще дряни встречали они. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалась поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск! По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извойщики-форейтеры кричали. Снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней. Пешеходы сжались и теснились под домами унизными плошками, и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головой тропа крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. Боже ты мой, сколько тут панства! Подумал кузнец. Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель. А те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничают, уверенно, комиссары, а может, еще больше. Его слова прерваны были вопросом черта. Прямо ли ехать к царице? Нет, страшно, подумал кузнец. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам. Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. Аввакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевшую убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками. — Здравствуйте, панове! Помогай вам Бог! Вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли. — Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого сидевшего подалия. — А вы не познали? — сказал кузнец. — Это я, Вакула, кузнец. — Когда проезжали осенью через Диканьку, то погостили, дай Боже, всякого здоровья и долголетия без малого два дни, и новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки. — А-а-а! — сказал тот же запорожец. — Это тот самый кузнец, который молюет важно. — Здоров, земляк! Зачем тебя Бог принес? — А так захотелось поглядеть. Говорят, что ж, земляк, — сказал приосадец запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски. — Что? Большой город? Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, при том же, как имели случая видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. — Губерния знатная, — отвечал он равнодушно. — Нечего сказать. Домы большущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать. Чудная пропорция. Запорожцы, услышав кузнеца так свободно изъясняющегося, вывели заключение, очень для него выгодное. — После потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице. — К царице? А будьте ласковы, панове. Возьмите меня с собой. — Тебя? — произнес запорожец с таким видом, с каким, говорит дядька, четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. — Что ты будешь там делать? — Не, не можно. При этом на лице его выразилась значительная мина. — Мы, брат, будем с царицею толковать про свое. — Возьмите, — настаивал кузнец. — Проси, — шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману. Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил. — Возьмем его, в самом деле, братцы. — Пожалуй, возьмем, — произнесли другие. — Надевай же платье, такое, как и мы. Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать. Чудно снова показалось кузнецу, когда он пронесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы, и мостовая гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям. — Боже ты мой, какой свет! — думал про себя кузнец. — У нас днем не бывает так светло. Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сини и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу. — Что за лестница? — шептал про себя кузнец. Жаль ногами топтать. Эки украшения! Вот, говорят, лгут сказки. Кой черт лгут? Боже ты мой, что за перила? Какая работа! Тут одного железа рублей на пятьдесят пошло. Уже забравшись на лестницу, запорожцы прошли первую зал. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была причистая дева с младенцем на руках. — Что за картина? Что за чудная живопись? — рассуждал он. — Вот, кажется, говорит. Кажется, живая. А дитя святое и ручки прижал, и усмехается бедная. А краски? Боже ты мой, какие краски! Тут в охра, я думаю, и на копейку не пошло. Все ярда бакан, а голубая так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколько, однако ж, неудивительной сей мылевания, но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери и щупая замок, еще большего достойно удивления. Эх, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали. Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с голунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут верено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождение целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величественность. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам. Запорожцы ответили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» спросил он протяжно, произнося слова немного в нос. «Да все, батько!» отвечали запорожцы, кланяясь снова. «Не забудете говорить так, как я вас учил?» «Не, батько, не позабудем!» «Это царь?» спросил кузнец одного из запорожцев. «Куда тебе царь? Это сам Потемкин!» отвечал тот. В другой комнате послышались голоса и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос «Помилуй, мама! Помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу. «Встаньте!» прозвучал над ними повелительный и вместе с тем приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев. «Не встанем, мама! Не встанем! Умрем, а не встанем!» кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине. Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видела, — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. «Хорошо ли вас здесь содержат?» продолжала она, подходя ближе. «Да спасибо, мама! Паравиан дает хороший, хотя баран здешний совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему уж не жить как-нибудь?» Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанись, выступил вперед. «Помилуй, мама!» «Зачем губишь верный народ? Чем прогневили?» «Разве держали мы руку поганого татарина?» «Разве соглашались в чем-либо с турчином?» «Разве изменили тебе делом или помышлением?» «За что же не милость?» «Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти». «Чем виновата запорожское войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку и свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. «Чего же хотите вы?» заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора». «Царица спрашивает, чего хотите?» сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю. «Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев будет сказано вашей царской милости сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швед ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. «Боже ты мой, что если бы моя жинка надела такие черевики?» Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не сумолен сошел. «Встань!» сказала ласково государыня. «Если тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие с золотом». «Право, мне очень нравится это простодушие». «Вот вам», продолжала государыня, устремив глаза настоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами, показывал, что он не принадлежал к числу придворных. «Предмет, достойный остроумного пера вашего». «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно по крайней мере Лафонтена», отвечал, поклоняясь, человек с перламутровыми пуговицами. «По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж, продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, я слышала, что на сече у вас никогда не женится». «Як же, мама, ведь человеку сама знаешь, без жимки нельзя жить», отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит старицу, как будто нарочно самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ», подумал он сам себе, «верно, недаром он это делает». «Мы не чернецы», продолжал запорожец, «а люди грешные, падки, как и все честное христианство доскоромного. Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сече. Есть такие, что имеют жен в Польше, есть такие, что имеют жен в Украине, есть такие, что имеют жен и в Туречине». В это время кузнецу принесли башмаки. «Боже ты мой, что за украшение!» — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. «Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них тщательно ваше благородие ходите, и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые ножки, думаю, по малой мере, из чистого сахара». Государня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почеститься красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем, правда ли, что царей едят один только мед да сало и тому подобное, но почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сечи, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо, «Выноси меня отсюда скорее!» И вдруг очутился за шлагбаумом. тихо,